Приветствую вас, уважаемый человек, с таким ником достаточно нечитаемым, я, ну, как бы, я не буду его пытаться повторить, вот этот ник. Смотрите, вы пишите, что я знал слишком много плакать в последнее время, я раньше, наверное, никогда так не плакал, кроме периода, когда меня бросила моя первая любовь. Думаю, такое бывало у всех, это началось после конфликта с СССР. Я полагаю, что речь идет о вашем партнере, вот, я полагаю, что речь идет о, значит, ну, о человеке, вот, который, по сути, запустил триггер, вот, ну, как бы, триггер я имею ввиду, Триггер, вот, той травмы, которую, которая у вас была, когда вас бросила первая любовь. И, соответственно, можно здесь сказать, в первую очередь, что Вами не до конца пережита эта история с первой любовью, то есть вы не до конца ее пережили, не до конца Отпустили. Самое главное, это, наверное, то, что изменилось ваше восприятие себя. Вот, и ваше восприятие себя изменилось достаточно серьезно, если можно так выразиться. Вот. Ну, может быть, вы почувствовали себя брошенной в этой ситуации. Может быть, человек обратил внимание на некий ваш конфликт, который, ну, у вас имел место быть внутри вас. То есть некий такой внутри личностный конфликт, который, ну, который просто вот, как бы, который существовал. И, соответственно, соответственно, это вас привозило, и когда первая любовь вас бросила, то, соответственно, этот конфликт вышел на передний план. Ну, на первый план, точнее, вот. Соответственно, когда, ну, вы это как-то пережили, вот, но когда ситуация повторилась, она повторилась, вот. Вот. Прямо что, вполне вероятно, что у вас как-то вот, ну, зафиксировалась эта идея, что вас, значит, даже не бросят, вот, что вы, ну, типа, что вы вот недостойны, ну, недостойны отношения, скажем так, вот. И, ну, вот, соответственно, такая вот история, такой момент. Дальше. Могут быть некие потребности у вас. То есть, ну, вы можете испытывать потребность в чем-то, вы можете испытывать потребность в каких-то вещах, вот. Вы можете испытывать потребность в чем-то, и это нужно поисследовать потребность в чем конкретно вы испытываете, вот, в контексте любви. Потому что, ну, проявление любви там может быть разное, будем честны. Вот. И поскольку проявление любви разное, то, то и исследовать это самое проявление любви можно и нужно, но тоже, тоже, тоже по-разному. Вот. Так что, здесь вот очень такой важный тоже момент. Наконец, обидно. То есть, это определенные ожидания, вот, ну, это, фактически, фактически, чем-то созвучно. А потребностям, которые у вас имеют место быть, то есть, вот, ну, если вы чего-то, ну, хотите, вот, это тоже нужно поисследовать, если у вас обид. Вот. Короче говоря, ваши слезы, это не просто так, как минимум. Как минимум, у этого есть своя основа. И, как минимум, ссору, если вы не пережили, например, полностью, ну, вот, ту историю с тем, что вас бросила первая любовь. Потому что вы считаете, вы же считаете, что она вас именно бросила первая любовь, я имею ввиду. То есть, вы, вы же не позиционируете так, что, например, ничего не сложилось. Вы же не позиционируете так, что просто что-то не получилось, вот. Именно так ситуацию вы не позиционируете. Вы позиционируете. Вы позиционируете ситуацию исключительно как то, что вас бросила первая любовь, вот. Ну, соответственно, если первая любовь вас бросила, значит, вы, вы брошены, раз вы брошены, значит, ну вот, собственно говоря, это, скорее всего, родом из детства, вот подобное состояние. И, соответственно, необходимо уже анализировать детско-родительские отношения для того, чтобы посмотреть, ну, вот, как вы оказались в этой ситуации. Как вы оказались в таком вот, ну, подобном состоянии. Вот. Такая вот история. То, что я могу вам сказать. Исходя из той информации, которую вы написали. Сейчас вы, вероятно всего, тревожитесь. Вот. Сейчас вы, вероятно всего, переживаете по поводу тех или иных моментов. Ну, все это, в принципе, можно скорректировать. Не проблема. Главное, если вы хотите над собой работать. Главное, если вы хотите, значит, что-то менять. Поезжайте. Ну, а ссора. Вот вы говорите про конфликт, да? Конфликт с человеком, я так полагаю. Так вот. Так вот, конфликт возникает, как правило, из-за страха близости. Эм... Самого, ну, из-за страха близости. Как эмоциональный, так и интимный. Вот. Ну вот, соответственно, эм... Такая вот картинка мне видится на данный момент. На этом, в принципе, я думаю, можно закончить мой ответ. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...